Всем привет! С вами снова славный дружа Обломов. И сегодня я почерпнул в группе Just Cook следующий рецепт. Рецепт довольно-таки эпичный. Я делал его в связи с тем, что в моей группе скоро будет тысяча человек. Можно сказать, ювелей. Это рецепт мясного рулета в беконе. Все любят мясо, все любят бекон. Еще все любят лобстеров. Лобстеры дорогие, а бекон не очень. Поэтому мы начинаем лук. А что нам понадобится? Нам понадобится всякого рода фарш. Говяжий, свиной, типа того. Называется домашний, там два типа фарша. Нам понадобится бекон, собственно, полосками любой. Нам понадобятся крекеры. Самые вкусные крекеры это тук-тукки. Тук-тукки. Они сырные, вот все офигительные. Вот. Нам понадобится две луковицы. У меня вот три луковицы, потому что они очень маленькие. Вот. Значит, нарезаем лук на мелкий кусочек. Вот вы можете видеть, что мой ассистент для нарезки лука, чтобы он не щипал глаза, использует специальное оборудование. Помогает? Да. Это не щипит. И это правильно. Используйте специальное оборудование для приготовления еды, и все у вас будет хорошо. Значит, отлично. Мы нарезали лук. Теперь берем фарш. Фарш называется фарш домашний. И на нем написано, что это полупубликант охлажденный мясной. Ну, коня, конечно. Так, берем наш фарш из туалетной бумаги, а также костей и останков. И вываливаем. Фарша нужно где-то 800 грамм. Или типа того. Нужно два типа фарша по 340 грамм. Я еще не могу понять. Вот Just Cook, тот, кто пишет эти рецепты, вы вообще соображаете? 340 грамм. Да, я буду вымерять 340 грамм. Нет, шум написать там кило и полкило. Странные люди, непонятные. Ладно. Значит, добавляем. Мы добавим весь фарш. Это, кстати, вот это вот не надо. Это не готовится. То есть можно это приготовить, но оно не аппетитно. Вот. Теперь добавляем... У меня специальная напоминалочка, потому что я готовить не умею, как вы знаете, поэтому мне ассистенты пишут напоминалочки. Теперь добавляем горчицу. Ах, горчичка, это отлично. Горчичка всегда напоминает запах студни. Значит, вот такая есть горчица. Традиционная, что-то там такое. Кот этот уже прихлебательством занимается, естественно. Ладно. Котэ не любит горчицу. Ладно. Добавляем. Не пролезает, ложка туда. Добавляем. Столовую ложку горчицы. Значит, столовая ложка. Это я так и еще так. Нормально. Теперь берем перец красный. Добавляем пол чайной ложки красного перца. Хороший перчик. Где-то так. Еще добавляем пол чайной ложки обычного перца. А, значит, что дальше? Так, ну, сами можете посмотреть. А тут весь рецепт расписан фактически. Так. Добавляем чесночный порошок. Одну чайную ложку чесночного порошка. Вы можете добавить простой чеснок, наверное, вместо порошка. Наверное, я не знаю. Вот так. Типа чайная ложка. И... Чуть-чуть соль. А, извиняюсь, я накосячил. Красного перца нужно не пол чайной ложки, а полторы. Так что добавим еще. Еще добавим. Так. Значит так. Далее. Добавляем соль. Соль добавляем пол чайной ложки, учитывая, что соленый бекон и этот самый соевый соус. Две столовые два, две столовые ложки соевого соуса. Прям туда внутрь. Блин, какие звуки кошка издает. Это просто пипец. Нам звук какой-то... Нам потом музыку накладывать на рецепт, а то... Так, я напоминаю, что тут находится. Тут находится 700-800 грамм этого самого мяса. Фарша две большие или три средние луковицы. Столовая ложка горчицы. Чайная ложка чесночного порошка. Чайная ложка... Пол чайной ложки соли. Черный перец. Пол ложки чайной. Перец чили. Полторы ложки. И, значит, последнее. Добавляем туда яйцо. Добавляем яйцо. Крупно-крупно. Добавляем яйцо. Так. И, значит, чутка все это дело перемешиваем. Так, значит, мы перемешали. Получилась вот такая вот народная масса. Которая нужно добавить 100 грамм крекеров. Крекеры выглядят вот так. Их нужно покрошить в эту массу. Вот таким вот незамысловатым образом. Какие-то кусочки могут быть покрупнее, какие-то поменьше. Чтоб, так сказать, хрустелы. И замешиваем крекеры внутрь. Итак, теперь благодаря моему руководскому ассистенту у нас получилась вот такая вот достаточно однородная масса с вкраплениями крекеров. Теперь берем противень или, как в нашем случае, какую-то непонятную керамическую формочку. И вотряхиваем туда бекон. Вот так. Можете сказать, что блюдо почти готово, но вы будете не до конца правы. Бекон нужно красиво постелить. Значит, берем полоски бекона и кладем вот таким образом, чтобы потом закатать в них нашу колбасу, которая у нас получится больше, чем в рецепте. В общем, равномерно выкладываем полоски бекона. Итак, я равномерно выложил бекон. Получается вот такая вот примерная красотень. Теперь попробуем сформировать из того, что у нас тут вышло из фарша, более или менее равномерную колбасу. Для этого употребим все наши умения. И нашу колбасу из фарша с крекерами уложим более или менее равномерно. Бекон и произведем закупорку. Красота не находитесь? Требует адских умений, естественно, которых у меня нет. Так, вот так, вот так, вот так. И вот. Не знаю, я считаю, что у меня получилось довольно-таки удачно. Можете со мной не согласиться. Но это лучшее, на что я способен. Вот такое вот получается варенье. Выглядит неплохо, не так ли? К этой колбасине нужно покупать соус барбекю. Но я не знаю, где его можно достать. Поэтому я, пожалуй, попробую обойтись гораздо более простыми продуктами. Такими как кетчуп. Соевый соус. И сушеный чеснок. Мы все это дело перемешиваем. Это, конечно, не совсем замена соусу барбекю. Но чтобы сделать соус барбекю, я посмотрел в интернете, как там 100500 ингредиентов. Включая жидкий дым и прочее. Я не знаю, что такое жидкий дым вообще. Так что обойдемся соевым соусом и кетчупом. Смазываем нашу колбасин. Чтобы она не подсыхала. У меня получился рецепт чуть-чуть побольше. По весу, по размеру, чем в рецепте Just Cook. Так что выпекать. Смотрите сами, сколько выпекать. Эту штуку, наверное, в нагретой духовке. Если поставить, то выпекать час или типа того. Лучше перепечь, тем не допечь. Считаю я. Вот. В общем, мы ее таким образом увлажнили. Берем. И пыхаем в духовку. И оставляем на полчаса, как минимум. И потом посмотрим, что там с ней произошло. Оставайтесь с нами. Значит, прошло полчаса. И посмотрим, в каком состоянии находится наш раз шикарный, чудесный рулет. Ну, он еще совершенно точно не готов. Так что увлажниваем его барбекю соусом или в нашем случае просто кетчуп. Мы его увлажнили. И запихиваем еще на полчаса. Отлично. Прошел где-то час. И мы достаем наш рулет. И проверяем, что же у него внутри. Посмотрим. Готов ли он. Выглядит аппетитно. Значит, получался у нас... Фу, блин, получался. Получается у нас вот такой вот шикарный рулет. Очень аппетитно, вкусно. Всякое такое. Извините, что я попробую кусочек прямо перед вами. Вкусняшка. С вами был славный дружий Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Вступайте в группу Just Cook. Вступайте в мою группу. Добавляйтесь, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok